отдавать еще каких-то джои там, допустим, и все будет нормально. Ну что ж, 3 секунды, и мы узнаем, какие выводы были сделаны команды Falcon. И были ли. И были ли эти выводы. Да, действительно, надеюсь, что выводы были сделаны. Смотрим за стадией пиков и банов. Поехали! И РК на первом пике. Минус Фарамис, минус Кая, минус Кадита, минус Банван, минус Керри со стороны Falcon. Интересно, что Каю даже РРК сами банят. Несмотря на то, что не доставила серьезных проблем в дальнейшем, все равно не хотят против этого персонажа играть. И вот он сделанный вывод. Грок это проблема. Грок это проблема. Но они еще идут в размен. Опять же, Joy Glue. И эта Joy должна быть на ФП у РРК. В прошлый раз они забрали ее себе первый. А, Р7 показала, как нужно играть на этом персонаже и может повторить. Успех. Поэтому вариант вполне себе. Но есть Ив. Вот в чем вопрос. Аааа. Лунекс на ФП. Интересно. Смотри, Ив Глу. Как тебе такое? Ив Джой. Ив Джой. Да. Вообще говорится Enjoy. Наслаждайтесь. Получается, будем наслаждаться. Звучит Ив Джой очень-очень опасно. Звучит хайпово, как минимум. И два персонажа, которые действительно являются очень сильными. Но будут ли они забирать их? Или все-таки это будет Глу плюс Ив? И вообще, есть ли смысл, допустим, здесь брать Ив? Обычно Лунекс как раз-таки в противовес Ив берут. И в принципе нормально. Я вижу припик. Не-не, это Валентина. Валентина Глу. Я уже испугался, что там Белерик может возникнуть. А, Белерик. Да. Ну, секретная стратегия на последнюю карту, чтобы точно не выиграть. Чтобы точно не выиграть. Хорошее замечание. Итак, это Глу. Ожидаемый Джастин. Вновь на Валентине. Заявление сильное. Все еще с Валентиной могут быть проблемы, несмотря на прошлое поражение. Там была специфичная история. Здесь может все быть совершенно иначе. Ну, Джой должны забирать этот кью. Ну, по идее, да. Джой это легкий выбор. А вот следующий. Джой это назначный и Фредрин. Ну, они любят отыгрывать через Фредрин. И здесь, кстати, тоже хороший вариант. Потому что Джой как урон наносит, так еще и впитывает немного в себя. А все это дело подкрепляет Альберт на своем Фредрине, который сможет вытанковывать абсолютно все и вся. Последний пик для Фальконов. Ну что, мы увидим наконец сегодня Хуфру или нет? Есть еще Фаня. Они могут ее захотеть взять. Франка хотят. Я вижу, Франка хотят. Да, это Франка. А, Франка. Глобально Франка не выглядел суперсильным на первом матче. Но он не выглядел слабым. Но он не выглядел слабым. Помним, что он игрока обошел немножко. Поэтому вариант в целом неплохой. Сейчас Фальконом по Роумерам надо пройтись. Им нужно пройтись по Роумерам. Давайте смотреться. Просто, чтобы избавиться. Ну, то есть, стрелков они вряд ли будут банить. Да, и Хильда все-таки избавляется от нее. Самый популярный вариант. Вопрос к РРК. Харита, наверное, стоит забанить. Потому что очень неприятно конкретно против данного сетапа будет. Хотя магического урона тогда слишком много. Беатрис. Беатрис не будет выживать от Джой. Без вариантов. И Фредрин, если сядет на нее, то тоже здесь ничем хорошим это не грозит. Но пикнуть в целом все равно можно. Зависит, конечно, очень сильно от отыгрышей, как будет Франко сейвить своего союзника. Поэтому, может быть, есть смысл подумать в эту сторону. Мне больше нравится Бан Харита. Вот. Боимся ли мы Грейнджера второй раз подряд? Вот, видишь, смотри. Бан Харит. Ну, пока тебя слушают. И отвечает... Спасибо. И отвечает команда Фалькона. Фальконом нужно дальше продолжать. Пока еще непонятно остальная комбинация, но, может быть, подумать насчет какого-нибудь Хуфра. Нет. Испугались. Смелисов Бан, представляете? Это, кстати, тоже очень хороший вариант. Очень хороший вариант. Я вот что-то как-то про него не подумал. Притом, я на второй карте про него говорил, а на этой карте уже решил забыть. Ну, это уже само собой разумеется. Ну, не совсем. Не-не, я сейчас смотрел именно в сторону Роумеров. Вот. И это опять бан Хаебусы. Ну, вот так. Не хотят против него третью игру его подряд уже банят. РРК. В итоге Беатрис достается команде Фалькон. И смотрим за двумя пиками РРК. Слушай, а может сделать грязь, взять... Нет, слишком много магического урона тогда. Ну, ты озвучь, а вдруг они... Слушай, а Бенедетта... Нет, тоже не возьмешь на мид. Что-нибудь такое можно было бы, конечно, интересное придумать в плане взять какого-нибудь АДшника на мид и Люнок спустить, но это Клауд. Это Клауд Хуфра. Я просил забанить Хуфру, но... Ну, а как? Тут и Хильду надо банить самое популярное. Это правда. И Мелиссу тоже. Вообще, я просил забрать Хуфру именно команду Фалькон. Мартис. Мартис, ласпик. А по кого? Кого он убивать планирует? Ну, он просто в танка собираться будет, просто стоять. Ну, окей, ладно, посмотрим. Но сетап у RQ мне больше нравится. У Фалькона что-то такое выдумали, но я не совсем понимаю в чем задумка. У Фалькона заряжены, видимо, что понимают. Главное, чтобы у Фалькона понимали, что от них требуется. Мы это уже вчера обсуждали тоже с Life of Surf. Нам не надо понимать. Главное, чтобы игроки понимали и нажимали кнопки так, как тренеры. От них того хотят. И эти специфичные пики тоже могут сработать. Вчера это мы видели позов. На самом деле, каждый день история может повториться. И необычные пики могут пока... Не то чтобы необычные, а специфичные немножко. Ну что ж, готовимся. Готовимся уже к третьей карте. Надеюсь, не заключительный в этом матче. Я тоже надеюсь. Он же приехал, обратно уезжать не хочется. На полчасика. Ну, посижу с вами тут третьего. Итак, друзья, третья карта. Команда RRQ против их соперника из Фалькон. Нужно держаться, нужно пытаться забирать победы себе. Так, идет инвейд, кстати, от Франка. Вместе с мидлейнером, с Валентиной они заходили. Будет ли пытаться дальше? Хуфра помогает своему союзнику, просто проверяет, обменивается любезностями. Наоми, Вин, ну и забирается для Фредерна синий баф. Очевидно, будет контролировать хуфры передвижения именно данного человека, Наоми. Поэтому здесь проблем не должно возникать. Кстати, забирается по-быстрому баф, опять же, у вражеской команды. И по Клею хотели сыграть. Кстати, стяжка идет, неплохая. Power7 дальше. Глу доигрывает по оппоненту. Клея проблемы, его второй раз цепляют. Наоми все-таки закрывает своего соперника за счет хука и это первая кровь. Альхуны продолжают поддерживать свой титул самых страшных чемпионов первого убийства и вновь забирают его себе. Получается неплохо, даже несмотря на поддержку от Р7, пока он не столь мощный, не столь страшный, еще и сам подставляется под удар. Неужели он не сможет отсюда уйти? Есть возможность спастись, но как же много пришлось отдать. Там вообще хп не осталось. Просто чудеса на виражах. Но, кстати, Глу скипает пачку и Джой ничего ему за это не сделает. Джой потеряет один пак крипов. Вопрос на засыпку. А, нет, не потеряет. Я вот не совсем вижу, как Глу там подвел. Тем временем у Джастин это проблема. У Джастин это огромная проблема. Подкидывает Фредри, но очень много урона проходит. Он тоже уходит. Как они живут? Есть хук, но тут уже не достать. Слушай, они заговорили друг друга на выживание абсолютное. Ты думаешь, что это заговор? Ну а как? Сначала Джой выживает на единице хп. Сейчас вот Джастин на Валентине. Ну да, есть что-то в этом такое. Появляется Черепаха. Перетягивает сюда с одной и с другой стороны. 4 на 4 нам обещают вроде как файт. Йеллоу Флэш очень далеко заходит. Принимает в себя урон. Тем временем Кен пытается синициировать сражение. У Йеллоу Флэша огромные трудности. Играет по нему Хуфра. Дальше будет все-таки садиться в своего соперника. Не удается зацепить дальше. Вин отвозит своего оппонента. Ну и кстати Йеллоу Флэш чтобы отойти. Кен тем временем отлетает далеко и надолго. Наоми также отправляется в таверну. Минус 2 оформляет. Ой! Промахнулся Йеллоу Флэш. Ну куда же ты дружище бежишь? Дабл килл для Джой. Третий фраг суммарно для команды Эррркью. Черепаха также уходит им. И старт полностью потерян. Сейчас команды Фалькон тысячи преимущества. И в этом даже не участвовал. Такое ощущение что Клауд спокойно стоял сверху и зарабатывал также катастрофические цифры золота. У тебя правильное ощущение. Конечно. Это ну это очень больно. Ему не было смысла участвовать. Тем более он так и так будет разгоняться. Вот. У него есть возможность. Команда без него прекрасно файтится. Что ж запушивается линия и Глуп придется теперь дефать. А вот Джой перетягивается ближе сюда. Кена может сыграть по Джастину но как-то вообще игра не клеится. Начали кошмарить все линии. Правда страдает немножко Вин. Но есть поддержка от Skyler. Р7 тоже уже рядом. Джой подбегает говорит сейчас я зипиксы поймаю. Джастин правда пришел на подмогу но тут же вся команда стягивается лишь бы защитить только своих тиммейтов. Но это защита это потеря времени. Они возвращаются на базу и ничего не делают. Это печально. Это печально. Кстати Кена опять встревает. Кен постоянно файтится. Но я не уверен что это хорошая идея. Кена сейчас опять подбрасывает. Идет урон от Клея. И в итоге Кену вроде как и не поформить. Он на целый уровень отстает от своего оппонента. Даже теперь уже чуть больше. Седьмой на пятый. Левел какой-то сейчас получит так или иначе. Шестой. Но седьмой на шестой. И это огромное преимущество для Альберта. Будет ли подкидывание? Да. Идет по Джастину. Ну и расходится. А тут Р7 возвращается. Он по-крипски пол немножко под Т2 вышкой и переключается на центр. Видит Кена сейчас встреча. Но Р7 понимает что пока команда его не готова и просто уходит. Джой тяжело поймать. Очень тяжело. А вот Джастина поймать попроще. по идее если захотят но есть поддержка от Наоми поэтому у Р7 могут быть неприятности. Пробует разминать Йеллоу Флэша встает Черепаха параллельно с этим. Нападение также на Кена он уже 1-2 развлекает но это нападение неожиданно подкидывает Вейк нужно продолжать есть поддержка от Альберта мог быть проблема у Кена нужно уходить под вышку ей защита а вот Йеллоу Флэш похоже никуда не уйдет садится на Вина и нужно возить ну кстати теперь уже проблема у Йеллоу Флэша действительно подкидывание идет от Альберта доигрывает по нему тут же флик хороший хук какой хук только чтобы А дальше что дальше Р7 еще принимает на себя но нужно вернуться и вспомнить что Черепаха стоит Р7 пошел один против четверых драться и это естественно не в пользу его что он здесь сделал непонятно Йеллоу Флэш забирает для себя фраг сюда перетягивается Клей вместе с Альбертом они находятся 3000 хп остается хороший смайт дается от Альберта и это пересмайченная Черепаха но слушай уже хоть что-то показали Фалькон потому что изначально выглядело как будто они совсем расклеились и начинают там фидеть на всех фронтах там 3-0 и понеслась но нет вновь напоминает что 17 из 18 игр Фалькон забирает ферстблат но первая кровь она не приводит к победе поэтому помимо всего прочего конечно нужно занимательная статистика да занимательная статистика нужно еще конечно контролировать карту и по файтам пытаться хорошо сражаться что ж выжидают а там нападение есть на Кену а что дальше Клей готов но тут внезапно начинают бить по вину а 4 героя это рядом и этого РРК не ожидали наказанные ну кстати они вот думали то что здесь кто-то может быть но вроде как готовы подловить а там их было меньше вот так вот наказаны еще раз уже пятый фраг для команды Фалькон преимущество вновь стремится к нулю и Фальконы должны поднять голову наконец над водой ага все можно дышать ломать вышки переключаться на другие линии сверху уже обеспечили себе доступ Т2 и ждать естественно следующую черепаху там уже что-то придумывать но РСМ тратит то льто окей да да музыка потрясающая Диди танцует здесь вообще кайфую почаще у всех знаешь был свой саундтрек но тогда была бы какафония к сожалению да к сожалению именно так ну и РСМ вернулся синий баф все-таки забрали для себя фалькона 19 тысяч на 19 тысяч так играет по yellow flash тут же идет инициация абсолют умения пошло ой взрывают а тут быстро 4 в 1 это мы любим это мы быстро разбираем и тайминги очень приятные 11 секунд до черепахи yellow flash только-только будет вставать черепах уже могут забить но параллельно с этим джастинг давайте уравняем наши шансы хук рядом от наоми но альберта чуть-чуть не цепляет они бы его не забрали но напугать можно было продолжение под джастинг готовы его наказывать есть поддержка от альберта нужно как-то остановить не получается этого сделать и возвращается обратно на черепах тут еще и вазон рядышком есть но вначале естественно по черепахи будут играть кен рядом в позиции зиппикс уничтожает вышку тем временем запрыгивает хуфра очень много урона проходит от клауда наоми страдает максимальное количество урона по нему прилетает и винк кстати может погибнуть от yellow flash тем временем еще и по кену играет клей очень много дамага вносит джастинг пытается как-то сейвиться не получается его все-таки шот зиппикс зиппикс достреливает зиппикс стреляет зиппикс один против всех тем временем кстати еще и глуп прыгает по своим соперникам тут же ульта пошла от хуфры неплохо он заставляет своих соперников нервничать и это размен явно не в пользу фальконов но по крайней мере они дают бой пару минусов уже плохо неплохо если бы они еще черепаху смогли как-то забрать но в этом плане Рокю пока вне конкуренции три черепахи за ними отходят под вышку ловушка готовится пробуют на yellow flash забрать так легко не получится на ломи тоже не самая приятная цель и просто отступают вновь R7 десятый уровень уже есть 5000 золота за ним все вроде бы не так уж и плохо но естественно пока не так здорово как на первой карте есть некоторые проблемы в прошлой игре вернее в позапрошлой игре joy действительно была реализована на максимум но там еще и как бы mid late game тоже сильно отличался от текущих ситуаций от текущих реалий 25 тысяч с половиной на 24.7 ну 1000 это на такой минуте уже не так страшно потому что не сильное большое преимущество для игроков команды RQ тем более сейчас низ заформят там будет поменьше видно пытались подцепить но хуфра уходит здесь все нормально но уме тоже пробует кидать свой крюк кого-нибудь ловить но так легко не получится этого сделать альберт уже готов даже если бы его поймали пробить не получилось попробует напасть на кена но кен сразу же уходит понимаешь здесь его драка пока не настала давайте переждем немного не 30 секунд до лорда после чего можно придумывать уже что-то и по тимфайту Мартис на верхней линии 20 секунд остается ой Вин ошибка это ошибка это ошибка надо наказывать есть кук поймали есть на Оми играет дальше светлая ульта от Люнокс вернее от Джастина Zipix закрывает своего соперника теперь кстати за это нужно не то что наказывать а закрывать всю вражескую команду с ультой доигрывает Франко по Люнокс Клей падает Альберт идет сюда инициировать но это может быть ошибкой Глоб абсолютное умение свое реализует R7 тем временем грызается по Zipix пытается доиграть по нему очень много урона проходит от Клауда R7 должен погибать да это минус дополнительный остается только Альберт и Скайлер настреливают по Йеллофлэшу и Кену и отпускают своих соперников или не отпускают или не отпускают нет все таки приходится отбегать Скайлеру и это возможно даже лорд для игроков команды RRQ очень много поразменивались и RRQ потеряли на самом деле многое так-то не вышли в плюс но не позволили забрать лорда комфорт для себя и теперь уже с позиции силы сами Фалькон могут выступать здесь и ловить Наоми уже ждет когда в кого выдавать хук но его контролирует Хуфра подцепили есть подкидывание можно дальше работать урона много и его забирают Наоми не выживает Люнокс работает дальше можно переключаться на Джастин его бы как-то остановить но тут Вин страдает Хуфре нужно отступить и есть еще подкидывание по Альберту Кен тоже очень битый но тут внезапная поддержка не ждали поддержку от Дипекса и он может надавать слишком много Кен смайтит и дальше можно бить у Альберта оказывается сильнее в этом моменте Да забрали Лорда но опять потеряли еще двух героев Все разы все абсолютно все разы Альберт пересмайчивал Кена и вот он герой который появился наконец-то для Фальконов они хоть вздохнуть сейчас смогут Немножко спейса естественно не помешает вопрос в том что Лорда заберут быстро и надо его поддерживать нужно хоть что-то сделать Они скорее сейчас будут пропушивать мид именно для того чтобы быстро зайти в Т2 А Лорд снизу цепляют Альберта тут же абсолютно умение пошло вот Наоми очень много урона проходит Йелло Флэш закрывает своего соперника а без Альберта тяжело а без Альберта то можно и игру проиграть в целом ну ладно сейчас конечно они не зайдут но Т2 точно должны будут ломать не только на центральной перетягивают сюда так же еще и Кен я не верю в то что они пойдут в Т3 не должны нижняя линия более комфортно выглядеть сейчас тем более что Альберта возвращается уже через 10 секунд и решили что у него не стоит жалко что конечно с ним ничего не светит не успели но они наконец-то захватили контроль над картой 1000 преимуществ за ними ну пока еще не так ну 11-12 минута нужно естественно больше к такому этапу но факт что контроль за ними файты выигрываются лорд они тоже забрали предыдущего и теперь надо это преимущество реализовать ульту тратит кстати Беатрис что интересно ну наверное баф забрать но сейчас наверное будет менять просто свои девайсы на снайперский и на пулеметике или как или что что это будет если это просто ульта ради ульты то ладно в принципе тоже сойдет баф забрали поэтому сейчас драка не намечается как будто бы 70 секунд до лорда поэтому не стесняется нажимать кнопки новый хук от Наоми пока никого не цепляет Винг такое ощущение что готовится они вчетвером готовы цеплять есть нападение нужно только остановить пробить урон охватительную Йеллоу Флэш уходит ультимативно есть убить его не смогли на развороте Джастин готов поддержать станчик контроль сел выведет обратно и теперь у РСМ неприятности ему нужно как-то помочь и некому помочь Вин на передовой и минус Альберт Фредерин ничего не смог сделать фальконы успели что самое главное Йеллоу Флэш успел отдать флик назад за счет этого он выживает но и выход сейчас на Т3 конечно не удаст а нет крипы подходят крипы подходят под инвизом хотят залететь и Вин Вин зарядочка закончилась РСМ вроде бы опять в спине но слушай вновь история когда почти полностью убивают РСМ он выжден отступить и переключается на Фредерина и у них получается найти этот урон чтобы расправиться с таким героем 11-13 счет 36-2000 на 38-1 фальконы выходят вперед первые за карту немножечко но потихоньку помаленьку хоть что-то да нужно зарабатывать видим что Йеллоу Флэш отправляется на нижнюю линию толкать дальше Джой вроде бы рядом обратно этих крипов она заберет но встает Лорд встает Лорд и появляется он на верхней части карты перетягиваются сюда абсолютно все только Джой еще не находится в позиции она быстро отпушивает нижнюю линию но и РСМ скоро уже здесь будет 40 тысяч пока что не спешат фальконы они не хотят рисковать тут идет инициация вот Хуфр тут же абсолютно умение пошло играют по углу-углу лоу ХП но он успевает нажать ульту у Вина проблема Вина отдает флик на эскейп и в итоге расходится РСМ кстати может попробовать доиграть нет все-таки не успел настакаться проблема у Кена Кена уничтожает и можно дальше продолжить игрокам команды РРК инициация от Хуфры провалилась тут же под Энвизом забегает дальше абсолютное умение пошло от Франка которые хотят доиграть вау как повернулся за кадр должно стоять дальше готово прыгать падает потихоньку башенка на лорда забирает очень быстро это не должно быть проблемой теперь бы только уйти Yellow Flash немножко ошибается вроде успевает его отпустить Скайлор в это время снизу там немножко сплитил Т3 подразбирал и остается две вышки еще сверху но должен добиться Т2 добивают верхнюю точно снимут Т2 а вот по поводу остальных внешних дискуссионный вопрос очень сомневаюсь что будут дальше идти Yellow Flash вместе с командой находятся в позиции они пока что дефаются так вообще ни туда ни сюда видимо просто ожидал что в кустах кто-то есть но можно было в принципе попробовать просветить запушивают линия РРК не позволяют продохнуть своим оппонентом весь лес стоит поэтому можно в принципе на это время потратить потому что до Лорда еще 70 секунд есть действительно много возможностей но Вин ищет себе новую жертву а там в джунглях уже его ждут ребята давайте если что нападем какую-то соло цель которая загуляет как раз таки будет фармить этот лес но особо далеко не распыляется хотя вот сейчас есть небольшое окошко которым могли бы Falcon воспользоваться но как видим все равно очень-очень близко друг к другу находятся находят Кена Альберт идет светить лицом принимать удар на себя еще и баф пытается тут подзабирать и вынужденный Falcon наступать там со спины Skylar рядом Вин тоже если что готов поддержать Кен получает немножко урона от Альберта но и Альберт забирает все себе ну тут сложно очень сложно в таких пространствах драться игрокам команды Falcon поэтому они это понимают и не выходит вообще в идеале конечно от одного хука сыграть если подставится какая-нибудь Joy Lunox если подставится Cloud какая-нибудь Lunox в идеале ну Lunox это очень сложно я именно поэтому говорю Joy потому что это проще всего моментное дело цеплять Фредерина вы не особо хотите хотя если под Т3 то есть хук флик назад и ульта Франкой тогда можно попробовать забрать но у него еще возрождение это тоже не очень хорошо за это время могут поменять позицию игроки команды РРК ну да ладно все это теория поскольку РРК уже начинает забирать Лорда посмотрим как это обернется начинает забирать Альберт Альберт пока привлекает внимание к себе прыжок есть вин Наоми цеплять не особо охотно возвращается обратно Кен уже на передовой и ищет себе новую жертву заходят с фланга половина здоровья Лорда потеряна Джой не хватает Зипекс выцеливает соперников ищет ну кого он тут пока никого не найдет разве что Вина можно попробовать подцепить но он тоже не самая лучшая цель побежал вперед никого не поймал на развороте Вина можно цеплять и быстро убить есть фокус а дальше по Альберту что-то сделают Вин встает обратно и начинаются фраги Джастин начинает работать по оппонентам Йеллоу Флэш тоже очень битый Зипекс принес когти и очень неплохо их реализовывает нужно бы только Лорда как разобрать и Лорда забирать Йеллоу Флэш они все питые но живые и готовы до конца идти трипл килл минус пять это ГГ это все неважно это все это конец это победа для Фалькона команда Фалькон делает невероятное два поворотных момента в файте просто два момента первое Наоми выцепил во-первых хорошо задоджили хуфру после этого Наоми выцепил и потрясающая была реализация до самого конца но тут танковал уже и это победа Фальконов над РРК вау 2-1 смогли все-таки перевернуть мы сломали это проклятие никаких 3-0 наконец-то что-то новенькое нам покажут фанаты Фалькон встали аплодируют ребята все молодцы шансы есть камбэк пошел и это возможности возможности для команды Фалькон сделать 2-2 а там и 3-2 да есть такое дело но пока что РРК конечно не поспевают за соперниками именно в таких вот файтах очень хорошо хуфру закантрили вот прям полный восторг то есть хуфра влетает тут же его подкидывает Мартис то есть он не успевает ничего нажать и сразу за этим следует хук от Франко ульта и опять подкидывает в общем такая комбинация была нереально крутая и второй ключевой момент этого файта вот супер важный момент у Йеллоу Флэша остался остался один столб один он настакался и успел ультануть что обеспечило ему выживаемость и просто вау это просто вау ну то есть это на таких лимитах очень филигранная игра по хуфре вот это вот прямо на учебниках можно разбирать просто не зря чемпионат мира и вот такие моменты как раз позволяют нам убедиться что Фалькон да никаких 3-0 не просто так они в топ 6 тоже могут дать достойное сражение и сейчас нужно естественно этим воспользоваться этой возможностью ни в коем случае не сдаваться дальше одна победа еще вам ничего не дает 3-1 вас все равно как бы так ну так ладно так и ожидалось 3-1 не так плохо по крайней мере для Фальконов как в сухую знаешь когда тебя ну да вот а если будет конечно 2-2 то это уже очень интересно как будут продолжаться действия потому что Фальконы могут Фальконы сейчас выкарабкиваются и бывает очень сложно когда ты выигрываешь 2-0 потом проигрываешь вот такую карту потому что РК должны были выигрывать по логике должны были если бы не те моменты которые ты озвучил ранее естественно история бы сложилась совершенно другим путем и в итоге Франко реализуется максимально успешно все получилось Валентина вновь начала на Джастине выигрывать теперь уже получается 5 из 6 и скорее всего вновь ее отправят в бан поняли что нет ребята больше мы такого не допустим и вот эта история с первой карты где Валентина не сработала она уже все смыта здесь видим что работают только вот эти моменты по там первой карты чуть-чуть не хватило просто и даже дело не в Валентине там просто ну само собой просто фальконы не додавили по таймингам вот как сейчас не додавили то же самое произошло в первой карте но здесь еще конечно фактор вот этого сражения неудачной инициации чуть-чуть там миллиметр по хуфре действительно миллиметр от хуфры и если бы не доиграли то ситуация сложилась бы для фальконов очень плачевно но это победа для них все более-менее на равных 52 тысячи против 54 15 на 20 по башням абсолютный паритет ну только то что ни одной черепахе не забрали фалькон но это им не помешало одержать победу очень здорово продемонстрировали что в любой момент можно развернуть игру в свою сторону 18 минута но не теряли надежды и смогли эту надежду главное грамотно реализовать потому что ну да ошибаются-то все вопрос в том как вы этим воспользуетесь и фальконы здесь это окошко для себя увидели и смогли максимально все надавить на вот этих вот ребят из RRQ все слабые точки их закрыли и не дали сломать свою базу естественно совет RRQ одна ошибка и ты ошибся одна ошибка и ты ошибся да это бывает но такое действительно бывает вот все состоит из пикселей каких-то микромоментов ты тут ничего не сделаешь глобально советовать что-то специфичное тут уже не стоит тут уже только ошибка не по макро ошибка вот да микро какие-то ключевые аспекты которые естественно уже урон практически вровень по принятому урону зипекс зипекс еллоу флэш джастин здравствуй джастин 90% участия так по поводу самое богатое это зипекс очень много фармил 755 но это конечно меньше чем мы до этого видели да от скайлера скайлер 803 но это да урон нанесено тоже от зипекса еллоу флэш собственно принял больше всего в себя фитал урона тут тоже опять же очевидно это клу и он постоянно по нему играли и всего 12 ассистов это именно у джастина который как раз таки забирает для себя 90% джастина валентини вновь показывает что это опасный герой как фаша для розы условно вспоминать если так возможно просто начнут банить первую фазу чтобы не давать такой ну слишком легкий казалось бы выбор но тем не менее очевидный но тем не менее эффективный эффективный это точно но тут много что банить надо против команды фалькон и вот интересно на какой пик сейчас отправятся игроки мне еще очень любопытно ммп джастин наверное без каких-то вопросов он был везде 90% участия в киллах то есть прям выполнил свою работу интересно естественно что предпримут потому что история с незабаненной джой которая сработала освободила вам слот ранний и в этот раз ур7 не получилось обычно бывает наоборот да ты первую игру где-то пытаешься приноровиться вторую игру тебе отдают того же самого персонажа и ты уже исполняешь гораздо лучше если вспоминать вчерашний игровой день это реализация чу три карты подряд его отдавали и он там начал просто уже пятерых станеть в один момент творить чудеса творить чудеса поэтому тут как-то вот r7 потерялся максимально и чувствовалось что не хватает этой джой не хватает выключают ее и вот 4 но просто на первой карте мне кажется опять же не успели подстроиться под его стиль игры на джой на третьей карте уже подстроились это было видно поинтереснее уже было но надо что-то новое придумывать одним и тем же выигрывать тут тоже палка о двух концах вроде бы если оно выигрывает то зачем менять с другой стороны если только что законтрили нужно что-то новенькое придумывать я думаю что они просто сами не будут отдавать джой и банить ее для того чтобы не позволять фальконом отыгрывать вот и если что-то менять да не факт что они будут менять все-таки профессиональные игроки и даже если в этой игре не пошло то они на них это никак не влияет сейчас узнаем мвп хайлайты мвп хайлайты хайлайты мвп хайлайты мвп хайлайты мвп хайлайты Продолжение следует...